Ведущая передачи «Уголовный процесс» Литвинова Софья Владимировна. Адвокат, член коллегии адвокатов «Альпа». Добрый день, уважаемые зрители. Хочу представить сегодня вам нашего нового приглашенного гостя Светлану Львовну Мельник, заведующую кафедрой организации судебно-прокурорской деятельности Смоленского государственного университета, доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин МЮИ, Смоленский филиал. Здравствуйте, Светлана Львовна. Здравствуйте. В вами в журнале «Уголовный процесс» номер 7 за 2023 год была опубликована очень интересная статья «Оценка экспертом последствий травматических воздействий в случае их множественности». И так как эта статья имеет и юридический, и правовой, и медицинский характер, я попрошу вас поделиться с нашими зрителями, о чём эта статья и что вы доносите до своего читателя. Ну, вначале я хотела бы сказать, что статья мною написана в соавторстве вместе с студенткой 4-го курса Международного юридического института, это Московский институт, моего Смоленский филиал, Эмильяновой Дарьей. Каких вы замечательных студентов себе растите. Да, это очень приятно, да, потому что действительно вклад Дарьи в данную статью достаточно весом. Ну, вот я хотела об этом рассказать вам вначале. Теперь о чём статья. Вы знаете, очень часто, когда происходит оценка заключения эксперта, а особенно судебного медицинского эксперта, практики сталкиваются с проблемой. Вообще судебно-медицинские знания достаточно специфичны, и они не общие, скажем так, доступны, несмотря на то, что вроде бы вот те нормативные акты, на которые мы указываем, существуют в нормальном доступе, в лёгком доступе к интернету, в интернете. Но есть ещё один аспект очень важный, на который мы обращаем внимание в статье, а именно о том, что когда наносятся множественные удары, да ещё в соучастие, то есть мы приводим три примера групповых драк, когда в них участвовало большое количество лиц, и вот здесь очень важно определить роль каждого из участников. И здесь это может сделать в основном только судебно-медицинский эксперт. Вот именно на этот аспект мы обратили внимание, потому что практика рассмотрения этих дел в суде показала, что, в общем-то, первоначальные экспертизы не давали вот того важного ответа на вопросы, которые интересовали и следствие, и, соответственно, защиту о роли каждого участника этой драки. Вот поэтому мы именно этому вопросу посвятили свою статью, тем более что действительно вот накопились такие интересные примеры, чисто практические. Я хочу обратить внимание зрителей, что под вредом причинениям причинённым здоровью понимается нарушение анатомической целостности и физиологических функций органов и тканей человека в результате воздействия как физических, химических, биологических, но в том числе и психогенных факторов внешней среды. Ну и в связи с этим я прошу вас рассказать, какие сложности возникают у судебно-медицинских экспертов при установлении причинно-следственной связи между деянием и последствием, именно при нанесении множественности ударов потерпевшему либо нанесении множественности ударов многими лицами потерпевшему. Несмотря на то, что существуют медицинские критерии определения степени тяжести, вреда, здоровья, в общем-то основными пунктами, в которых являются пункт 12, 13 и 14, к сожалению, судебно-медицинские эксперты не всегда строят свои заключения, правильно выбирая один из этих пунктов. В частности, очень часто пункт 12 подменяется 13, а 13 подменяется 14. То ли это связано, скажем так, с рутинностью работы, с которой работают эксперты, ну что греха таить, экспертиз много, и действительно в день они иногда вскрывают и 2, и 3 трупа, это во-первых, а во-вторых, может быть даже здесь и недостаточная компетенция экспертов вот именно вот в нюансах многократных, многочисленных ударов и множественности участников данного преступления. Я обращу внимание наших зрителей, что медицинские критерии утверждены постановлением правительства номер 522 2007 года, и там идет именно градация тяжести вреда и какие критерии, просто чтобы наши зрители могли увидеть, посмотреть эти пункты в соответствующем документе. Да, и вот, соответственно, эксперты иногда действительно недостаточно компетентно используют данные пункты. Еще раз повторяю, мы рассмотрели реальные уголовные дела, реальные заключения и первичных экспертиз, и затем проведенных комиссионных, и в общем-то мы пришли к выводу, что, скорее всего, нужно изменить регламентацию законодательства, в частности, приказа Минздравсоцразвития о производстве судебно-медицинских экспертиз, о том, что, видимо, вот такие экспертизы нужно все-таки проводить комиссионно. Не одним экспертам, а комиссионно. Давайте остановимся пару слов на том, кто может проводить именно судебно-медицинскую экспертизу. И вообще, насколько широк круг экспертов, которых могут привлекать как следствие дознания, так и граждане. Ну, в принципе, если мы откроем требования к эксперту, в частности, к эксперту судебно-медицинскому, то мы найдем там, что это должно быть обязательно лицо, имеющее диплом врача, то есть высшее медицинское образование, причем профиль должен быть либо лечащий врач, либо педиатр, то есть это те врачи в программу обучения, которые входят в судебно-медицинская экспертиза или судебная медицина, что очень важно. Это могут быть как государственные врачи, которые входят в систему экспертных подразделений Минздрава Российской Федерации, так и независимые частные эксперты, которые могут образовывать либо, ну, скажем так, сообщества экспертные, или это могут быть частные эксперты, которые имеют лицензию, но в эту же группу мы обязаны включить и, допустим, преподавателей, доцентов, профессоров, кафедр судебно-медицинской экспертизы, которые тоже могут производить данные экспертизы, если они имеют лицензию на производство судебно-медицинских экспертиз. Как мы знаем... Главный критерий – это наличие образования и наличие лицензии. Лицензии обязательно. Более того, как государственные, так и частные эксперты обязаны раз в пять лет подтверждать свое право, свою лицензию на право производства экспертиз. И вот тут опять-таки нам кажется, что в законодательство нужно внести определенные дополнения о том, что если у судебно-медицинского врача или судебно-медицинского эксперта существует, предположим, определенная группа, ну, там, пять-шесть экспертиз, которые не были подтверждены в суде или были опровергнуты, вот нам кажется, такого врача... Чаще всего это именно опровергнуты, полностью опровергнуты выводы. Вот, да, вот мы полагаем, что такого врача нужно отправлять на курсы повышения квалификации или на сдачу квалификационного экзамена не раз в пять лет, а, допустим, раз в три года. Но за три года... Почему он ошибается? Почему он ошибается? Три года – это очень много, потому что за три года можно сотворить столько ошибок и столько невиновных лиц привлечь. Хотя бы раз в год тогда будет стимул делать правильные экспертизы и допускать такого. Поверьте, у экспертов очень большая загруженность, и если они раз в год будут отвлекаться, повышать свою квалификацию и после этого сдавать экзамен, то им просто некогда будет работать. Хотя бы раз в три года. Но если уж эксперт был пойман на подкупе, когда он работал, так сказать, за мзду одной из сторон, то, конечно, такого эксперта нужно обязательно лишать права производства экспертиз. Нам просто нужно не забывать, что эксперты тоже люди. И как любые люди, они могут совершать ошибки, так же, как ошибки совершают и следствие, и что греха таить иногда, и суд у нас может совершить ошибку. Поэтому здесь нужно отличить ошибку от преднамеренных действий. Вот если это ошибка, то эксперты действительно нужно просто направить на курсы повышения квалификации, обратить внимание на курсах, разработать программу именно для этого эксперта, с учетом именно его ошибок, которые он совершал, не в целом по программе, как обычно проводят курсы повышения, да, там общие для всех, а может быть это делают разработать программу персонально для данного эксперта, разобраться, почему он совершает именно такие ошибки. А вот если повторяю, это умысел, конечно, такой эксперт не имеет права работать по делам, от которых действительно зависит судьба, порой даже жизнь человека. Как адвокат я, наверное, не соглашусь с вами, потому что если это умысел за мзду, то есть такая уголовная ответственность, как заполучение пятки, и он получит свое наказание за совершенное деяние. Если это будет доказано. Да, и остальное тут как, но если не доказано, нельзя об этом и говорить. Но для того лица, которое привлекает к уголовной ответственности, совершенно не важно, почему, по безграмотности, по халатности, по небрежности, либо за мзду совершил такую ошибку эксперт. Поэтому вот как адвокат, который защищает лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, да, мы и потерпевших защищаем, но я говорю о другой стороне медали. Тут не важно, почему эксперт совершил ошибку. И все-таки вернемся к вашей статье. В своей статье вы приводите три ярких примера неверных выводов экспертов судебно-медицинских, которые в последующем были опровергнуты комиссионными экспертизами. И благодаря активной позиции защиты была дана верная квалификация действиям виновных и в дальнейшем осужденных лиц. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, какие примеры и в чем выражались ошибки, которые были исправлены в дальнейшем судов. Ну, первый пример, на который мы обращаем внимание, там три человека участвовали в драке. Это была групповая драка, в результате которой погиб четвертый участник этой драки. Он погиб прямо вот на месте драки, да, там, где происходило его избиение. Когда судебно-медицинский эксперт установил множественные повреждения именно головы, там был и супарахноидальное кровоизлияние с левой стороны в ткани мозга, там был перелом основания черепа, там были множественные иные повреждения именно структуры головного мозга, то врач судебно-медицинской первичной экспертизы применил пункт 12 медицинских критериев определения степени тяжести вреда здоровью и установил, что вот смерть наступила в результате этих повреждений. Это правильно, да, смерть наступила в результате этих повреждений, но кто их конкретно нанес, чья рука нанесла данные повреждения? Защитник одного из участников данной драки, переговорив со своим подзащитным, установил, что, в общем-то, возникает вопрос, не могли все трое нанести вот такой вот тяжелый удар, а удар пришелся именно в височную область слева, и поэтому он... смерть наступила в результате одного конкретного удара одного конкретного удара в левый висок. Да, да, в левый висок. И вот здесь, конечно, когда была проведена повторная экспертиза, а у него были множественные удары со всех сторон головы, но смерть наступила именно вот от левого удара в висок, в левый висок, который повлек за собой вот эти вот смертельные повреждения. Ну, это у него там и сотрясение мозга было, и все, но смерть повлекла именно вот эта серия ударов. И когда судебно-медицинский эксперт, комиссия судебно-медицинских экспертов разобралась, вот что явилось непосредственной причиной смерти, в результате допроса иных действий судебных было установлено, что удары вот такие, вот этот именно непосредственно смертельный удар из трех обвиняемых нанес только один. И вот эта экспертиза действительно помогла. Два участника тоже принимали участие в драке, но деяние было их переквалифицировано, то есть они, естественно, получили менее суровое наказание, чем тот человек, чей удар повлек за собой смерть потерпевшего. Это вот первое. Я позволю себе процитировать двенадцатый пункт медицинских критерий устанавливать. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при наличии нескольких повреждений, возникших от неоднократных травмирующих воздействий, определяется отдельно в отношении каждого такого воздействия. В данном приведенном вами примере, пункт двенадцатый, он не был выполнен судебно-медицинским экспертом, он обобщил это единым, и поэтому, да, действительно, люди могли быть привлечены невиновные в части того преступления, которое им менялось. Да, это вот первый наш пример. Второй пример аналогичен, опять была групповая драка, опять-таки скончался на месте драки потерпевший, но когда судебно-медицинский эксперт первый осматривал данный троп, он дал заключение о совокупности повреждений, при этом он не остановился на причине смерти, и только комиссия, опять-таки, экспертов установила, что в данном вот случае можно было применить как раз-таки пункт двенадцатый, почему, потому что здесь есть только совокупность вот этих повреждений, а их эксперт насчитал более ста, не эксперт, а уже комиссия экспертов, насчитала более ста нанесенных повреждений, здесь были множественные ушибы внутренних органов, здесь был болевой шок, и вот в данном случае нужно было использовать вопрос о совокупном повреждении, то есть не двенадцатый пункт, а тринадцатый пункт медицинских критериев определения степени тяжести вреда здоровья, вот в данном случае неважно было, кто какой удар нанес, здесь именно была множественность повреждений, которая повлекла за собой разрыв нервных окончаний, повреждения нервных окончаний, то есть человек скончался от болевого шока, опять-таки первичный эксперт дал неверное заключение, составшись на пункт двенадцатый, а в данном случае нужно было применить пункт тринадцатый медицинских критерий, вот опять ошибка. Тогда я озвучу нашим зрителям пункт тринадцатый медицинских критериев, никакое отдельно взятое повреждение не является опасным в момент причинения, и только совокупность повреждений в результате взаимного отягощения могут быть опасны для жизни и рассматриваться в качестве причины смерти или соответствует тяжкого вреда здоровью. Ну и расскажите, пожалуйста, нам о третьем примере, о пункте четырнадцатом. Да, и третий пример, это именно пункт четырнадцатый критериев, опять-таки неправильно примененный врачам, врачом первичной экспертизы. Суть такова, да, опять-таки проходила драка, но драка была очень специфическая, она была растянута во времени с промежутками. Промежутки между первым, вторым и третьим этапом драки составляли от десяти, пятнадцати до тридцати минут. При этом после первого этапа драки и даже после второго этапа драки потерпевший находился, как сказать, в сознании, перемещался, садился в машину, переезжал со своими, так сказать, оппонентами в драке, лицами, с которыми он вступал вот в такие отношения драки. И только на третьем этапе драки после удара одним из участников он более в сознание уже не пришел. Вот эти все участники положили его в машину, привезли на крылечко медицинского учреждения и там бросили в надежде, что его найдут и окажут помощь, но он уже скончался к этому моменту. А опять-таки эксперт первый, который проводил экспертное исследование, признал всех участников этой драки виновными в причинении смерти человеку. Защитник одного из подсудимых не согласился с такими выводами, потому что участники вот этих всех трех драк были немножечко разными. Вот его подзащитный участвовал только в первом этапе драки, после которого он ушел от этой кампании. Присоединились другие участники, которые были на втором, на третьем этапе, но на всех трех этапах драки был только один, который явился зачистчиком этой драки, и как выяснилось потом, он и нанес вот этот последний смертельный удар в третьем этапе драки. Понимаете, вот, то есть опять-таки сгребание под одну гребенку всех участников явилось нарушением требований пункта 14-го медицинских критериев. Здесь разные по давности возникновения повреждения, на которые указывает пункт 14-й, и нужно было учитывать, конечно, судебно-медицинскому эксперту. Вот такие у нас примеры. Я озвучу 14-й пункт медицинских критериев. При наличии повреждений разной давности возникновения определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека, каждым из них производится отдельно. Ну, и я обращу внимание наших зрителей, что помимо физического, также может быть и психическое расстройство, возникновение которого должно находиться в причинно-следственной связи с причиненным вредом здоровья. И это расстройство также может быть признано психического вреда. Но тут для проведения экспертизы потребуются иные специалисты, также медики, также имеющие высшее медицинское образование и лицензированную деятельность, но возможно установление медицинских критериев не только физического, но и психического вреда. Ну, и у меня к вам следующий вопрос. По какой причине судебно-медицинский эксперт, который вынес недостоверное заключение, которое впоследствии было провернуто комиссией, комплексным судебно-медицинским исследованием, по какой причине эти судебно-медицинские эксперты не были привлечены к ответственности? Ведь ошибка таких экспертов могла повлечь то, что жизни людей, тех, кто были подсудимыми, был причинен бы непоправимый урон, и они бы понесли наказание, незаслуженное не в соответствии с их деянием. Вот ваше мнение по виновности вообще от возможности привлечения таких лиц к ответственности и вообще как оградить в дальнейшем именно судебно-медицинскую экспертизу от ошибок? Ну, во-первых, я хотела бы сказать следующее. Традиционно, когда мы говорим об оценке заключения эксперта, мы подразумеваем, что экспертиза оценивается органами следствия и судом. Вот я хотела бы здесь сказать, что очень важно, насколько грамотен и защитник, адвокат. И, конечно, адвокату нужно тоже уметь оценить правильно заключение судебно-медицинского эксперта. Для этого, может быть, даже ему стоит обратиться к специалисту. Ну, а что касается почему они не были наказаны? У нас нет нормативного акта, даже который регламентирует деятельность эксперта, вы знаете, это федеральный закон о государственной судебной экспертной деятельности, да, который регламентировал бы наказание эксперта за ошибку. То есть, пока не будут внесены соответствующие изменения в законодательство, такие ошибки будут возможны повсеместны, а это не единичный случай. Конечно. И ответственность за это никто не будет нести, кроме того лица, на которого, извините меня, ткнул пальцем эксперт. Вот будем грубо выражаться. Совершенно верно. Здесь, с одной стороны, конечно, если это государственный эксперт, то целесообразно было бы его, конечно, привлечь, ну, может быть, к наказанию дисциплинарному, да, совершенно верно, дисциплинарной ответственности. Если это ассоциации или это ООО, да, какое-то, где работают независимые эксперты, конечно, там руководитель должен анализировать, как, насколько часто опровергаются заключения эксперта и, вероятно, прописать в уставе этой организации о том, что с таким экспертом расторгают трудовой договор, который совершает вот такие ошибки. Ну, а если это частный эксперт, который работает по собственной лицензии, конечно, такие выводы должны публиковаться судом, может быть, на каком-то сайте, что вот такой-то эксперт дал вот такое заключение, которое потом было опровергнуто для того, чтобы, допустим, те же защитники или те же органы, которые обращаются к этому эксперту, знали, что он допускает ошибки. Но, конечно, нужно каким-то образом давать информацию о том, что данный эксперт совершает ошибки тем или иным способом. Но у нас, к сожалению, не ведется реестр недостоверных экспертов, экспертиз, а такая мера ответственности, как лишение лицензии, у нас тоже законодательством не предусмотрено. Поэтому мы имеем с вами то, что имеем, и должны работать так, чтобы самим знать законодательство, иметь возможность помочь нашим подзащитным. А также остальные могли именно разбираться. Но следствия мы не будем говорить, но суды должны тоже разбираться, чтобы именно выносить правосудные решения. А до суда должен хорошо разобраться адвокат. Вот я с этого начала. Я с этим более чем согласна, но, к сожалению, не всегда ходатайство адвокатов на досудебной стадии следствием или дознанием удовлетворяется. И это только в большинстве случаев приходится уже биться в суде, предоставляя первоначально рецензию на имеющуюся экспертизу, потом ходатайство о допросе специалиста, и если уже суд допросит специалиста, после этого, доказав ошибки, ходатайство о назначении новой комплексной судебной медицинской экспертизы. Но в то же время может суд и не счесть необходимо приобщить лицензию, не счесть необходимо допросить специалиста и также назначить, потому что суд будет доверять уже имеющийся. Поэтому здесь проблем и вопросов тоже очень много. Исходить нужно из того, что если грамотный эксперт, то должно быть все правильно. А вот если ошибки, то биться приходится уже со всеми стенами. Да, ну недаром у нас в общем-то Верховный суд в своем известном постановлении о судебной экспертизе конкретно растолковал, что заключение судебного эксперта не является превалирующим доказательством. Все доказательства равны между собой. Поэтому в общем здесь я еще раз говорю, эксперты люди... Но если мы будем исходить из практики, то не только судебно-медицинское, любое экспертное заключение фактически превалирует в суде в доказательственной базе. Фактически, да, хотя юридически такого нет. Я вас очень благодарю за вашу статью, за те нормы, которые для меня ранее были неизвестны, я благодарю, что открыла их для себя, и теперь могу более свободно плавать в этом правовом поле. И я очень надеюсь на ваши новые публикации, и что вы придете к нам в гости для дальнейшего освещения ваших статей. Спасибо, спасибо большое, очень приятно сотрудничать с вашим журналом, мы тоже рассчитываем продолжить работу, публиковаться. У вас спасибо, спасибо за это интервью, мне было интересно. ждем ваших новых статей, до свидания, всех благ. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok